и здравствуйте мои дорогие ребята сегодня у нас потрясающая тема которую нам предложила замечательная подписчица по ником просто иришка иришника огромное вам спасибо на самом деле так просто и так важно поехали я озвучиваю этот вопрос алексей здравствуйте сделайте пожалуйста видео на тему топ-10 ошибок начинающих пг прям ну очень нужно ириночка огромное вам спасибо прекрасный вопрос поехали разбираться ребята мои дорогие и я вас призываю вступайте в ряды пг-марафонцев принимайте участие в моем пг-марафоне следующий начинается уже 22 июля поэтому обязательно отправляйте вашу заявку как это сделать вы найдете в описании под этим видео что такое пг-марафон под моим видением переходите по ссылочке здесь а я побежал отвечать на замечательный вопрос ришки вперед итак мои дорогие топ-10 главных ошибок ребят которые начинают практику периодического голодания и не только сейчас я разобью это видео конечно на 10 пунктов и каждому из них я уделю отдельное внимание потому что каждый из них это тотальная огромная ошибка которая может привести к полному аннулированию результата пг либо же вообще до мотивации поэтому очень внимательно поехали пункт номер один мои дорогие это переедание в знак награды самому себе за то что я же целый день не ел поэтому вот тебе на лишних 500 тысяч или 2000 калорий и от этого начинается зажор очень важно правильно строить свою диету и все сегодняшние пункты будут поддерживать друг друга и утверждая и выполняя правильно каждый из поставленных 10 пунктов ошибок избегая 10 этих пунктов ошибочных вы соответственно будете предотвращать предыдущий так вот переедание знак награды ребята это первая психологическая проблема которую мы должны с вами преодолеть то что ни в коем случае нельзя говорить самому себе что я такой молодец я целый день не ел вот тебе на вот это ты можешь и вот это ты можешь потому что ну точно никуда не пойдет в сало ни в какое ведь ты же целый день не ел ты же целый день расходовал и так легко перебрать калорий лишних обязательно ребята смотрите мое видео как узнать свой метаболизм чтобы вы могли понимать с точностью до 100 процентов какое количество калорий именно вам необходимо это критически важная составляющая будь вы на пг будь вы на любой другой дети не имеет значения очень важно понимать где вы находитесь с точки зрения расхода ваших калорий чтобы не перебирать и чтобы не слишком сильно не добирать но об этом сегодня позже пункт номер два мои дорогие это качество продуктов критически важно не опускать планку а наоборот с практикой пг с практикой перехода на здоровый образ жизни вы только поднимаете планку качества ваших продуктов если мы говорим о рыбе мы стараемся брать свежую если мы говорим о каких-то продуктах которые можно найти всегда свежими вы выбираете не консерву выбираете не заморожена выбираете продукты без пастеризации как можно свежее как можно натуральный как можно при этом получается и дороже но всегда можно найти здоровый баланс и не говорят что нужно каждый день есть лососье или осетра или какой-нибудь с Филе миньон стейк. Нет, всегда можно найти золотую середину баланса между дорого, слишком, ну, непосильно, и слишком дешево, некачественно и удобно быстро. Золотая середина, ребята. При этом вы всегда выбираете ваши продукты, которые будут проходить по правилам палеодиеты. Что такое палеодиета? Смотреть видео здесь, но об этом сегодня также будет еще сказано не одно слово. Пункт номер 3, мои дорогие. Слишком рано открываемся, когда мы чувствуем голод, когда мы чувствуем головокружение. Когда мы слишком слабы, и мы думаем, ну, блин, уже достаточно, 11 уже хватит, 12 уже хватит, либо же, допустим, час дня, и все равно этого рано. Но кто-то думает, что этого уже достаточно, и он открывается слишком рано. И это сразу открывает нам пункт номер 5, отсутствие лайфхаков. Лайфхаки это наш черный кофе, это наш пуленепробиваемый, либо бронебойный кофе, о нем много сказано. Это наш рыбий жир обязательно, о нем тоже сказано в отдельном видео много. Это правильное и здоровое количество воды. Также о нем есть видео обо всех темах, о которых я говорю. Есть отдельные видео, которые я также вас призываю смотреть, потому что это будет вас обогащать информацией. А информация, друзья мои, это сила. Так вот, мои дорогие, из пункта номер 3, слишком раннее открытие, мы имеем с вами пункт номер 5. Отсутствие лайфхаков. Пункт номер 6, это неправильное употребление воды, либо же не использование чистой минерализированной воды, которая нам так необходима. И отсюда уже уходит у нас и пункт номер 4, о котором я еще не поговорил. Это слишком длинное окно, потому что если вы слишком рано открываетесь, соответственно вы и позже закроетесь. Потому что будет хотеться кушать, естественно. И если у нас некачественные продукты, значит мы с вами будем иметь слишком большое количество углеводов. А это, ребята мои дорогие, это пункт номер 7. Слишком большое количество углеводов, которые не соответствуют правилам палеодиеты, не соответствуют даже, я уже молчу, о LCHF, low carb, high fat. Либо же в идеале, конечно, при переходе на ПГ вы вообще используете чистой воды кето, но это уже максимализм. Кето я безумно уважаю, каждый раз о нем говорю. Если вы хотите, попробуйте кето, это просто эпик для борьбы с инсулинорезистентностью. О том, что такое инсулинорезистентность, конечно, смотреть видео здесь супер важно и необходимая тема. Далее, ребята мои дорогие, пункт номер 8. Слишком большой дефицит калорий, который мы создаем с вами из-за недоедания. Это неправильно. Поэтому мы обязательно возвращаемся на пункт номер 1. Вспоминаем, когда я говорил о том, как узнать свой метаболизм. Смотреть видео здесь, вы смотрите видео здесь, в уголке. Либо же вы просто пишите, как узнать свой метаболизм в поиске Алексея Ворон. И вы узнаете по очень простой элементарной схеме, как можно посчитать и понимать, где вы находитесь. В пункте номер 1 я говорил о переедании, чтобы вы знали, сколько калорий вам нужно и не перебирали. И наш пункт номер 8 приходит к одному и тому же моменту. Зная, какое количество калорий вы должны расходовать, вы составляете свой рацион с главной, с главной задачей. Не искать дефицит в недоедании. Ваш дефицит, я всегда говорю, минус 200 калорий от вашего метаболизма базового. Об этом я также прикоплю сюда видео, как правильно нужно составлять дефицит и где его искать. И конечно же, если же вы не посмотрите видео, я обязан вам сказать, ребята, вы делайте ваш основной расход. Где мы с вами приходим к пункту номер 9, недостаток активности. Если вы хотите создать дефицит калорий чисто из недоедания, без активности, это заблаговременно пагубно гиблая и абсолютно нездоровая схема. Вы всегда стараетесь создать дефицит минус 200 калорий от вашего базового метаболизма. И остальное вы догоняете расходом. Расход, расход, расход. Еще раз, расход, мои дорогие. Об этом тоже много было очень сказано. И конечно же, пункт номер 10, это приоритетные источники калорий. Обязательно, дорогие мои, смотреть видео, в котором я рассказываю о моих приоритетных источниках калорий, которое так и называется, зачем считать калории. Это очень важно понимать, что ваш приоритетный источник калорий никоим образом не должен быть сведен к углеводам. Это должен быть основной источник в виде жиров. Затем к нему подключаются белки, я об этом очень много говорил именно в этом лайве. Там 30 минут полезнейшей информации. Итак, ребята, подводим с вами, дорогие мои, черту под этим очень важным и познавательным видео. Пункт номер 1. Переедание и награда за то, что мы с вами как бы вроде достаточно уже поголодали, поэтому не зная свою калорийную норму, мы начинаем слишком много себя награждать. И естественно, вылетаем за рамки наших калорий. 2. Качество наших продуктов. Обязательно нужно соблюдать здоровое, чистое качество продуктов, не экономя деньги на этом. Ну и, конечно, не слишком сильно тратя направо и налево, потому что важно соблюдать золотой баланс. 3. Слишком раннее открытие, потому что, конечно же, нет знаний о лайфхаках, которые нам могут помочь облегчить наше состояние. Это пункт номер 5. 4. Отсюда сразу вырастает это слишком длинная кнопка, потому что рано открылись. Конечно же, пункт номер 6, ребята, мои дорогие, это вода. Очень важно пить правильную и здоровую воду, о ней мы уже говорили. 7. Это много углеводов и то, почему начинает очень быстро и рано хотеться кушать, потому что слишком много углеводов, ребята, инсулинорезистентность. Это сволочь, которую нужно бороть. 8. Следующий пункт, это слишком большой дефицит калорий, потому что мы все думаем, что нам нужно обязательно быстро-быстро похудеть, а мы должны с вами худеть не потому что мы недоедаем, а потому что мы тратим. Ребята, тратим, тратим и еще раз тратим, не просто недоедаем. 9. Это недостаток активности, который вырастает у нас из пункта номер 8. 10. Это приоритетные источники калорий, мои дорогие. Вот это и весь секрет вашего успеха в любой диете, не только на ПГ. Я благодарю вас за ваше время на этом видео. Ребята, обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Для меня это очень важно. Ириночка, спасибо вам огромное за этот замечательный вопрос. А мы тем временем двигаемся только вперед. Субтитры сделал DimaTorzok